«Сегодня я объявляю, что американская военная операция в Ираке завершена. Операция «Иракская свобода» завершена, и иракский народ сейчас сам берёт на себя ответственность за безопасность в своей стране». 31 августа президент США Барак Обама официально объявил о прекращении семилетней военной кампании в Ираке, начатой его предшественником Джорджем Бушем. Поводом для начала войны с Ираком стало подозрение, что ближневосточное государство обладает оружием массового уничтожения. Впрочем, оружия так и не нашли. На данный момент большая часть американских военнослужащих выведена из Ирака. Но 50 тысяч солдат останутся в стране до конца 2011 года. Боевых действий они вести не будут. Обама говорит, что выполнил своё обещание. «Я дал это обещание американскому народу, когда был кандидатом на эту должность». На ведение боевых действий в Ираке Соединённые Штаты потратили почти триллион долларов. За семь лет кровопролития погибло более 4400 американских солдат и по меньшей мере 100 тысяч местных жителей. По данным недавнего опроса, проведённого CBS News, более 70% граждан США считают, что эта операция не стоила таких потерь. Теперь Барак Обама обещает сосредоточиться на проблемах своей страны. «На сегодняшний день наша первостепенная задача состоит в том, чтобы восстановить нашу экономику и вернуть работу миллионам американцев, которые её потеряли. Это будет трудно, но в ближайшее время это должно быть нашей главной миссией как народа и моей основной ответственностью как президента». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова